В Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа состоялась пресс-конференция по результатам конкурса на создание передовых инженерных школ. В качестве спикеров выступили исполняющие обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Софиулин. Выступающие рассказали о фронтерных инженерных задачах, новых разработках и системе управления передовой инженерной школы. Вот эта школа как раз призвана ликвидировать этот разрыв. То есть КАМАЗ не просто направляет людей, а перед каждым есть задачи. То есть маленький узел, маленькая деталь, которую он должен не только проработать схематически, но и разработать прототип. И защита она будет после того, как его вот этот прототип, новые решения инженерные, оно на стендах КАМАЗа докажет свою пригодность и эффективность. И фактически будет потом в каком-то цикле запущено в производство. Спикеры Казанского федерального университета представили новые прорывные технологии, которые представляют ускоренное внедрение импортозамещающих решений по критически важным технологическим и компонентным данным. На протяжении восьми лет передовая инженерная школа планирует заняться производством собственных аккумуляторных батарей, беспилотных грузовиков и оснащением уже имеющихся отечественных двигателей и батарей. На базе передовой инженерной школы будут открыты новые центры и лаборатории, которые позволят модернизировать процесс подготовки специалистов будущего. Наиболее значимый вклад в целевую модель развития университета и территории мы ожидаем в инновационной сфере за счет системного запуска высокотехнологических стартапов, создания новых интеллектуальных продуктов и формирования университетской технологической платформы. Но не секрет, что передовую инженерную школу мы собираемся организовать в городе Набережная Челны. Это центр Камского региона, где у нас действует несколько территорий опережающего развития, действуют особоэкономические зоны. Вообще потенциал высокотехнологичности зарядочен там. Там очень много предприятий, там есть не только КАМАЗ, там есть и предприятия-спутники, которые поставляют достаточно много комплектующих для КАМАЗа. Поэтому здесь мы ставим такие задачи. Уже в этом году основной акцент Казанский федеральный университет сделает на переподготовке кадров, которые уже есть в регионе. Будет запущена новая программа бакалавриата и магистратуры в рамках существующих направлений. Обучать специалистов будущего будут преподаватели из разных вузов страны, в том числе и Московский государственный технический университет имени Баумана, Казанский федеральный университет и практики со стороны КАМАЗа. Будет развиваться достаточно большой пласт и образовательных программ, и научных исследований, и опытно-конструкторских разработок, сетевого взаимодействия и дивизион инфраструктурного развития. Важно отметить, что будет существенно развит научно-исследовательный компонент. На первом этапе мы планируем создать три новых центра превосходства и 14 научных технологических подразделений, лабораторий и полигонов по фронтирным направлениям. В сфере образования по тем трекам, которые уже сегодня существуют, мы разработали четыре новых трека, они на рисунке выделены пунктирным линиям. И обратите внимание, что мы имеем на выходе. Мы имеем на выходе студентов или выпускников, которые способны организовать собственный бизнес. Это инженер, который работает в условиях индустрии 4.0. И самое что главное, исследователи мирового уровня, инженеры-исследователи, которые способны будут работать во всех последующих формациях. То есть мы даем очень широкий спектр компетенций для таких студентов. Напомним, что передовые инженерные школы – это федеральный проект, инициированный Минобороки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения принимали участие 89 вузов из 41 региона страны. По итогам отбора федерального проекта грантовую поддержку получили 30 вузов из 15 регионов России. Среди них и Казанский федеральный университет со специализацией передовой инженерной школы машиностроения, ключевым партнером которой обозначено публичное акционерное общество КАМАЗ.